Наши телерадиокомпании Росфонд продолжают благотворительный проект в помощь тяжелобольным детям. На прошлой неделе вы помогли Идрису Галимулину из Балтасей. Спасибо. Сегодня история Софьи Егоровой. У девочки врожденная двусторонняя косолапость. Рецидив слева. Ей требуется дорогостоящее лечение. Софья с интересом рассматривает телекамеру. По словам мамы, девочка любознательна не по годам. Она не может усидеть на месте. Нужно полистать журнал, попробовать на вкус разноцветные карандаши. Танцует она у меня. Ползает очень быстро. Ходить мы пока не можем. Потому что у нас правая ножка ее... Это все-таки проблематично ей наступать. Косит она немного на наружную часть бедра, ноги наступает. В 11 месяцев Софья не может стоять без посторонней помощи. О первых шагах говорить тоже пока рано. Всему виной двусторонняя косолапость. Ее уже лечили в Чебоксарах, но случился рецидив. Если с правой ножкой все хорошо, то на левую ступать девочка не может. Ей было 14 дней от роду, когда ее начали лечить по методу Панцетти. Но самые тяжкие испытания еще впереди. Нужно повторное лечение. Эта методика заключается в постепенной коррекции гипса раз в неделю. И уже удлинение либо ахиллового сухожилия, либо треуглавой мышцы голени. После операции три месяца ребенок будет носить брейсы 23 часа в день. Без лечения разовьется костная деформация и в последующем артроз сустава стопы. Чтобы этого избежать, нужно начинать сейчас. Но стоит терапия немалых денег – 153440 рублей. Помочь молодой семье можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Росфонда. Лилия Мениханова, Сергей Павлухин. Вести. Татарстан.